В минувшие выходные жители Ненецкого округа проверили свои знания сразу в двух областях. В субботу вместе со всей страной в 10 часов утра по московскому времени в Наринмаре написали всероссийский правовой диктант. Его участники собрались в Государственном юридическом бюро. А уже в 11 часов в Ненецком округе началась международная акция «Тест по истории Отечества». В ней приняли участие жители 10 муниципальных образований региона, в том числе самых отдаленных населенных пунктов. 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации и отдельных отраслей права. Написать всероссийский правовой диктант мог любой желающий, независимо от возраста и уровня образования. Елена Самылова никогда не упускает возможность проверить свои знания. Сегодня показала себя юридически грамотным человеком. Мне очень понравилось, конечно. Вопросики были не такие сложные. Набрала 80,5 из 100. Но я думаю, что каждому человеку культурному будет интересно проверить свои знания. Всероссийский правовой диктант жители всей страны написали впервые. Инициатива его проведения принадлежит Ассоциации юристов России. Цель – определить уровень правовой грамотности населения страны и выработать концепцию по ее повышению. Социологические опросы на сегодняшний день показывают, что у нас низкая правовая грамотность. И только 20-25% населения страны когда-либо обращались к юристам. Что может говорить либо об отсутствии проблем, либо о, так скажем, правовом нигилизме. Проверять грамотность населения Ассоциация юристов России будет и дальше. Всероссийский правовой диктант станет ежегодным. А вот тест по истории Отечества уже стал традиционным. И с каждым годом собирают все больше участников. Самое большое их количество в этом году собралось в четвертой школе. Здесь вместе с участниками регионального форума «Молодежь-83» тест мог написать любой желающий. Тест, который составлен так, чтобы каждый из нас обратил внимание на важность изучения истории нашей страны. Но самое главное, вы все увидите, насколько она многогранна, насколько она важна, насколько она интересна. Изучать и любить историю своей страны, не допускать ее искажений и фальсификации. Такие цели вот уже четыре года преследует молодежный парламент при Государственной Думе, инициатор проведения акции. И с каждым годом единомышленников становится все больше. Такое осмысление, просто ты понимаешь, что ты не оторван от истории, что ты продолжаешь то, что начали твои предки, какой путь развития выберет Россия и так далее. Это очень серьезно. Я вообще сдаю историю, так что готовлюсь. И древность, и средневековье я хорошо знаю. А то, что там про эпоху Екатерины и так далее, ну, тут были ошибки. Тест на знание истории Отечества в Неницком округе написали около одной тысячи человек. Символично, что в этот раз акция проходила 9 декабря, в памятный день для всей России, День Героев Отечества. Итоговые результаты тестирования будут подведены 14 декабря. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.